Это гигантская система под названием Генеральная прокуратура и все подчиненные прокуратуры, при том, что КПК украинский выписан под пшенку, и она всевластна в вопросе правоохранительного, ну то есть они не выполняют там функции милиции, на улице они не дежурят, но в вопросах следствия они абсолютно всемогущие. Они не просто надзирают над любым следствием и являются процессуальными руководителями, они не просто представляют государство в суде, где они могут развалить в принципе любое дело, они контролируют любое следствие, любое. Пожар на БРСМ, БРСМ нафта, который унес жизни людей, кстати, это же не первый пожар, и не первые жизни внесли. Там есть прямая вина Генеральной прокуратуры, прямая вина Гузыря и предыдущих руководителей Генеральной прокуратуры. Потому что они закрывают дела, закрывали дела против этой конторы, которая занимается абсолютно незаконным кустарным бодяжением нефти, что сейчас милиция уже провели обыски и нашли, кстати говоря, абсолютно все. Нашли емкости для этого и емкости для вот этих вот присадок, которые повышают октановое число, и нашли все эти механизмы и все эти насосы, которые это делают, и сами эти, то есть низкооктановый бензин, и сами эти добавки, все нашли. Ничего, ни конституционный переворот, который был, не расследуется. Ну все знают, в 2010 году произошел конституционный переворот. Полтора года расследует его прокуратура. Что они сделали? Вообще ни черта. Ничего. Или, допустим, дело о том, как Фирташу подарили в Стокгольме более 12 миллиардов кубов газа. Его же там подарили. То есть всем рассказали байку о том, что Нафтогаз проиграл, проиграл там, видите ли, арбитраж. На самом деле это вранье. Они подписали, они признали иск и таким образом отдали, вытащили из кармана государства миллиарды долларов и подарили их Фирташу и раздербанили там с Януковичем и, наверное, Путиным. Вот и так далее. Ни одно дело не расследовано.